Здравствуйте, друзья! Давно я ничего не снимала, но у меня сейчас был такой период, когда у моих детей была ветрянка. Сначала заболел младший ребенок, принес садик, а нам такой подарок ни разу с этим не сталкивалась. Через пару недель заболело двое еще детей. Так как у меня абсолютно не было в этом деле опыта, в нашей семье никогда не было такого. Врач сказала, что нужно пользоваться зеленкой, можно пить что-то от аллергии, чтобы не было зуда, вроде субфоростина, и купаться только в травах. Я, в принципе, так и начала лечение. Мы были все зеленые, у меня весь ребенок был в зелененькую точечку. Обсыпала его очень сильно и по всему телу, от макушки головы до ступней. Поэтому, конечно, у него все очень сильно зудело. Ран было неимоверно много, он, конечно же, лопал пузырьки. Я целый день не могла за ним, конечно, следить, хоть и объясняла, и мальчику уже 6 лет, но зуд был такой, что было расцарапано очень много пузыречков. И мыли гнойники большие и очень долго заживающие. Когда через 2 недели заболели у меня еще двое детей, первый же день, когда утром я заметила, я быстренько точно тоже точки намазала зеленкой, но я так поняла, что она ничего абсолютно не лечит. Просто как индикатор действует. По этим точкам можно видеть, когда появляются другие. Я сразу же приобрела в аптеке такое вот средство. Это неотонин называется. Он против покраснения, раздражения, воспаления и имеет антимикробный эффект. Плюс в чем, когда одного ребенка обрабатываешь всего вот эти мелкие точечки зеленкой 2 раза в день, на это уходит не менее часа. Это штука спрей. И достаточно просто обрызгать ребенка спреем. Я больше старших не стала мазать зеленкой. Купила еще средство хлоргексидин. Сначала я все раны обрабатывала хлоргексидином и уже поверху проходилось неотонином. Ребенок высыхал и как бы образуется потом и после этого пленочка. Потом можно одеваться и желательно 3-4 раза в день этим пользоваться. Но мы пользовались по факту один раз вечером. И эффект мне очень понравился. Конечно зуд был. Потому что все-таки надо было хотя бы 3 раза прыскать для устранения зуда. Но у меня старший сын выдержал этот зуд, перенес и буквально на третий день у него, когда уже перестали образовываться новые прыщички, все начало сходить. Прямо на глазах. За неделю у него практически на теле ничего не осталось. Дочка немножечко где она не выдержала и почесала. У нее были небольшие лавочки, но это не такие громадные, как у младшего сына. Не было такого загноения и они тоже очень быстро проходят. Что еще? При ветрянке очень часто слизистые оболочки носа могут также покрываться. Губы, глаза. А лицо это очень нежная зона. И так как ветрянка имеет схожесть вирусологии именно схожей с герпесом. Ацикловир очень хорошо помогает на лице заживлять эти раны. Особенно носовая часть, губы. Просто отлично. Буквально за день можно избавиться от этого. Есть средство такое, как хлорфилипт. Это вообще уникальная вещь, которая должна быть в каждом доме. Она у меня уже много лет не выводится из дома. Помогает для полоскания полости рта. При ветрянке точно так же во рту образовываются волдырчики. И чтобы ветрянку вылечить на ротовую полость, вот это средство очень хорошо помогает. Буквально на полстакана капель 10 полоскается рот, горлышко. Проходит все очень быстро. Эта вещь очень хорошая при ангинах. При любом воспалении горла и ротовой полости. Излечивается тафилококк. Полностью выводит. Это средство хорошо после операции залечивает раны. Точно так же, если рана сильно гниющая, хорошо обрабатывает хлорфилиптом. Но она, конечно, спиртовая и немножко будет печь. Но никакой тафилококк с истрептококком уже будет не страшен с этой штукой. Еще мне, когда первый раз порекомендовали это средство, у меня получилась такая казусная немножко ситуация. Я грызла орешки. И не очень удачно, получается, зубом надавила. И у меня пошла трещина по эмали. И она чувствовалась языком. Так вот на ощупь прощупывалась она. Я как раз тогда училась и ехала на поезде с Симферополя до Красноперекопска домой. И со мной ехала женщина, которая узнала эту ситуацию. Мы разговаривали, я рассказала. И она мне порекомендовала вот этот хлорфилипт. Говорит, это замечательное средство, которое за счет того, что убивает различные бактерии полости рта, помогает не разрушить зуб, а заживить его. Эмальный имеет свойство на самом деле восстанавливаться. И небольшая трещинка, она очень легко затягивается. Эмаль восстанавливается. Я послушала, я тут же взяла себе вот это средство. Полоскала, пользовалась рта. И никакой трещины у меня не осталось. У меня зуб остался полностью целым. И до сих пор, в принципе, даже никакой пломбы, нигде у меня на этом зубе нет. Притом прошло уже около 20 лет. Что еще хочу вам сказать? Ну, уже как бонус к своему видео, для тех, у кого ветрянка, да, это вот мое видео, я считаю, вот посмотрите и не делайте ошибок. Не рассчитывайте на одну зеленку. Еще раз. Первое. Хлорфилиптом протираем. Неотонином обрабатываем. Дети не зеленые. Быстренько выздоравливают. И никаких проблем. Хлорфилиптом полоскаем горлышко. А, да, еще пьем чай с ромашкой. Потому что внутри у ребенка, точно так же в крови, имеется этот вирус. Его нужно вылечить. И мазь ацикловир. Это такие вот ранки, как я называю, причем даже можно по телу, не только на губах и на носу. Вот такие вот небольшие рекомендации от меня. Будьте здоровы! Всего вам доброго!